Вы отучаете, когда вы начали стельку носить, раньше без стельки нога ехала вот так. А сейчас, когда поставили стельку, нога начала делать вот так. То есть стелька выдавливает свод, вот так подымает ногу. Но этого мало. И мы не можем сразу высоко дать, потому что будет как ей больно. И сильно низко. Мы даем среднее, то есть мы вас приподнимаем, приучаем, приподнимаем, приучаем, приподнимаем, приучаем. То есть мы так возвращаем угол, меняя постоянно супинаторы Сейчас мы ей поставили второй супинатор, он больше опустил пятку То есть он отпустил пятку и вытащил носки из носков пальцы Вот так, плюс мы поднялись И потом она на пальцы перестала опираться и там сейчас удобно Ну, пальцем свободно точно То есть мы сейчас сделали вот так Это второй супинатор Так мы ходим еще месяц Значит, когда мы так сделали, нога начинает сжиматься То есть ужас становится И вот тут можно тейпами добавить, чтобы ширину подсобрать Чтобы ткани не разъезжались На втором этапе, когда второй супинатор ставят И где-то через недели-две в ношении второго супинатора Рекомендую пойти в магазин и со стелькой и вторым супинатором купить новые ботинки На втором месяце? Да, на втором месяце Именно когда уже ты второй супинатор носишь две недели Пойти и купить новую обувь То есть купить обувь, чтобы так Чтобы нога сидела плотно, желательно плотно В пятке Это самое важное, чтобы пятка сидела плотно Теперь обувь должна быть шнурована, чтобы можно было еще уплотниться И насчет пальцев Ну, впереди у пальцев всегда должно быть место То есть они должны быть свободны Всегда Это вот основное Вот, а так, всем легких ножек ходить с удовольствием М-м-м-м Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!